Здравствуй, вопрос. Первый вопрос по поводу македры из родителей. Дело в том, что школьники, в основном, там будут лица, иметь совершенно рейки, и, соответственно, это будет очень сложно организовать документально. То есть, будут проблемы как и организации проживания на базе, так и в стране. Будут внести ответственность. Да, вопрос. Ну, также на ступидере же ездили люди, которым нет в семействе. Просто согласие от родителей. В частности, будут присутствовать преподаватели. Ну, не только преподаватели и студенты старших курсов, которые будут давать лекции. Конечно, будут люди, которые... Это и предотряд. Ну да, предотряд, у которого есть опыт работы с детьми. И будут люди, организаторы всего этого. Конечно, не мы, но более старшие. Значит, ребята, это можно организовать, это уже как предложение. Как выезд в пионерский лагерь. Пионерский лагерь же отправляют. Значит, родители пишут какие-то согласия. Дальше взрослые, которые все-таки организовывают это мероприятие. Совершенно могут быть не сотрудники вуза, а какая-то организация, которая еще может собрать и средства на питание. То есть, не обязательно это за счет вуза. За счет тех, кто припоедет, которые будут учиться. Нужно так? Да. Тем более, у нас выиспланируются они на короткий струк, то есть это будет намного проще. То есть, здесь можно привлечь какие-то организации, будем говорить серьезные, не студенческие. Без этого, конечно, не получится. За мной. Могу поделить вопрос. Специальности начинаются с третьего курса. Если школьник придет на лекцию по своей специальности, но вы не боитесь, что это его немножко отпугнет? Это же школьник, и вот когда первокурсники приходят, то есть они уже тоже немножко не понимают то, что им ты продаешь. Ну, я объясню это так. Когда, я думаю, что многие из вас, когда выбирали специальности в моем мехе, открывали главный сайт или основную страничку ВКонтакте, о которой про каждую специальность написано максимум два предложения. Мы же хотим более конкретно развернуть, более подробно рассказать о каждой специальности и направлении. То есть, например, если... Ребята, например, не могут различить, чем будет отличаться программная инженерия от информатики и вычислительной техники. Я сам этого не мог делать. Мне рассказал... Это студент четвертого курса, который учится на программной инженерии. Ну, то есть, я отвечу, что эти лекции не будут сразу вводить. Да, это не будут предметные какие-то предметы, это будет ввод. Рассказ о специальности. То есть, наша, как бы, задача не оттолкнуть же студентов, той же самой математикой, да, которую, допустим, мало кто сразу же понимает. А наоборот, заинтересовать. То есть, это будет что-то интересное. Нет, нет, нет. Я вроде... Даже... Ты как-то уже... Да. Ребята, сказали, что вы будете проводить консенсирование во вне открытых людей. Я просто не знаю, как вы будете вместе, если вы будете будущими студентами нашего университета обратно в связи? Получается, вы будете тратить очень много времени, очень много листового бумажного, чтобы обработать, по-первых, ингредиенты, как бы узнать, что им нравится. А как вам объяснить этим людям конкретно, что им подходит, на что им подходит? Как вы их называете или что им не важно? Ну, извините, ну... Вот, извините, у вас на дням, как бы, в бюре, минимум 500 человек каждый день. Просто еще не все, как бы они реагируют, они будут лечиться в нашем университете. Я бы, ну, уже в этом месяце пять, а пошла бы вот тут два. Не, ну, как-то, многие делают, потому что это законно, не разрушено, не зрячь. Ну, а у нас, опять-таки, задача, как бы, рассказать именно о специальности, то есть, распределить, если человек в самом деле... Ну, я не думаю, что все 500 человек, которые будут надеть в бюре, захотят продолжить. То есть, захотят продолжить узнать о профессии именно те, кого заинтересовало. Допустим, мы же ходили на бюре в другие университеты, но они, значит, нас не заинтересовали. Если бы тебе предложили пойти, допустим, в какой-нибудь Герцена, на флайве, то бы не пошло. Здесь тоже самое, то есть, пойдут именно те, кому интересны. То есть... Ну, кстати, мне нравится эта идея. Как один из вариантов развития, спасибо большое за предложение. Ну, вот у меня было предложение, то, что полностью избавиться бумаги можно, из-за того, чтобы использовать любые формы и кто-то хочет. Ну да, я уже сказал, да, спасибо большое. Еще не стоит забывать, что это все за счет роения, что бумага покупается. А то я тут уже считаю, сколько-насколько, да, но опа, я даже что-то не знаю. Можно еще один вопрос? Можно один вопрос еще, да. Вот выступали ребята с проектом по науке, да, и предлагали, ну, схожие идеи работы, в том числе, с абитуриентами, организации конференций для школьников. Не кажется ли вам, что вот часть проекта этого и ваш, их вообще надо объединить в этом, это работа с абитуриентами? Да. Если человек определяется со своим научным интересом, вот, там, в проекте этом, то он понимает дальше, куда он пойдет учиться. Да. Просто этот проект... Вам еще... Одна команда. Ну, то есть, вот вы вместе, как-то, да, и такие мероприятия вообще военных проводят. Ну да, почему бы не поработать вместе, но... Почему нет? Почему нет? Мы же не студенты... Я... Еще вопрос. Как? Есть вопросы? Да, пожалуйста. То есть, ну, вы, как вы решаете, у вас организационные единицы. Как вы будете осуществлять институты в других регионах России? Я, например, сейчас представим ситуацию. Я, например, в Северии. В воене я узнал буквально в июне, и то это с подачи, то... Я, например, попал только на рабочий случай. Ну, так получилось. Ну, я могу объяснить. Ну, вот, насчет открытых лекций и вообще... Ну, мастер-классы, конечно, проблематично проводить. Да, нет. Ну, приезжать из других регионов России, надо не открытых дверей, чтобы посетить мастер-классы. Это да. Но было сказано, что, возможно, какие-то преподаватели, даже декабы, факультетов, если они изъявят такое желание, они могут записать... Не смешно. Это серьезно. Видео-лекцию. Видео-лекцию о направлении. Могут также студенты старших курсов попросить у них, чтобы они записали именно видео какое-то, мини-видео-лекцию. И уже будет на официальном сайте ВНВР или в официальной группе ВКонтакте это будет выложено, и клиенты будущие наши могут это посмотреть в прямом доступе. Я, потому что, может, лучше попробовать некоторый другой формат. Просто я понимаю, что если будет выложена видео-лекция, то я, возможно, не буду это смотреть. Можно организовать какой-то выезд в какие-то регионы, скажем, по специальности. Тогда не смешно. Нет, я просто к тому, что у нас в Сибири в Сибири, в Сибири, в Сибири, в Сибири, даже мой поселок за 500 километров от Красноярска. Где летать один километр два раза в месяц. Но не ребята это организовали. Ну тогда, если продолжать идею с интернетом и заменой анкетирования на бумаге анкетами в гугл-формах, то можно вполне реально проводить вебинар-лекции. Никуда не надо, средства не затрачиваются, никуда не ездить не надо, ты костюм, рубашку, пиджак одел, дома сидишь за компьютером и выводишь водную электрику. У нас даже кажется, не египотез вверх. Остальные мягкие. И вот у нас идёт прямая трансляция. Как же поставили электрочку? Мы смотрим на трансляции, в данном случае смотрим на члены команды, у кого отдаваться будет. Ну возможно, отречи всего-то и всего-то еще. Вопрос в том, сколько это посмотрим потом. Оно уже останется. И тем не менее. То есть, ну, не знаю. Я как-нибудь предлагаю вам, то есть, возможно, организовать какие-то выезды. Ну, при этом это уже затратно, поэтому мы сейчас этот вопрос не можем точно дать ответственность. Ответать это невозможно. Это возможно, но с учётом тех финансовых затрат, которые возможно это сделать. Но вот то, что они предлагают, пока не затратно, это можно начинать, а постепенно это перераскивать. Кто? Да. У меня предложение есть. Я немножко прослушала по поводу лекций. То есть, по предметам будете исследовать на лекции? Или нет? Или нет? Лекции не по предметам. Лекции будут как... Вводные специальности. Да. Рассказывать именно о специальности. То есть, нет или нет? Да. Просто на наших лекции и записи видео есть сейчас. У нас довольно много площадок, например, степик. И я знаю, что на степике люди, например, вводят кое-что. И по идее можно что-то попробовать обдумать, чтобы... Ну, кто же назвал какое-нибудь введение специальности в Меха, и о том, что на степике, и чтобы он был в общем доступ и распространить. Да, почему нет? Это как организация уже вот этих видеороликов. Да, это... Ну, не просто, чтобы они... Да. Да, я слышал. Я слышал, что они действительно... Это какой формат? Нет, да. Я слышал. Я слышал, что они неивают. Всё. Спасибо. Всё, что мы продолжаем. Всё новое.